Стрелок-санитар добровольческого отряда имени святого благоверного князя Александра Невского с позывным «Серафим» Сергей Шкуратов в настоящее время проходит курс реабилитации в госпитале. Во время очередной схватки с противником герой потерял руку. Маленькое сердечко, которое вышло от дочи и прислало отцу, помогло ему собраться силами и дождаться помощи. Я подарила ему сердечко, сама шила. Оно спасло ему жизнь. Он для меня больше, чем папа, больше, чем все. Часть меня. Как то, что всегда рядом, как то, что всегда переживает, сочувствует. На встречу со сверстниками из детского летнего лагеря «Бригантина» София пришла вместе с семилетним братом Ярославом. На экране сменялись кадры, повествующие об исторических вехах и подвигах людей. Среди них такой родной образ отца, которым дети гордятся. Прихожанин православной церкви нашего муниципалитета стал для всех примером того, как с верой в Бога можно идти к целям и побеждать. Образ Шкуратова вдохновил еще одного нашего земляка – поэта Андрея Коршунова на создание поэтического произведения «Сережка». Об этом Андрей Коршунов делился с гостями встречи с экрана, поскольку в 2022 году поэта не стало. Впервые такая ситуация, когда литературный герой становится живым человеком. И человеком необыкновенным. Он меня удивил своим спокойствием, своим миролюбием, своим таким необыкновенным взглядом на жизнь. Победу делают люди, самые обыкновенные, вот такие, как герой нашего стихотворения «Сережка». Полны впечатлений и сами ребята. Я узнал о стихах, какие они бывают красивые. Узнал о писателе. Мне очень понравилось. И подобных примеров немало. Каждый из них для сегодняшних ребят – живой урок о том, как становятся настоящими патриотами. Екатерина Коваленко, Тамара Абидова, Галина Житкова, Александр Логинов, Ольга Садовская. Видно этого.